Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и с вами я продолжаю играть в... Во что я играю-то? Во Floating Sandbox! Естественно, по-моему, в новом году это первая серия по Floating Sandbox, а уже две недели, уже полмесяца прошло. Ну да ладно. Вы можете иногда слышать на заднем плане какие-то стуки. Это какие-то соседи, детские соседи, соседские дети, видимо, прыгают, бегают, скакают, а мне приходится терпеть. Ну ладно, ничего страшного, друзья. Давайте перед тем, как мы начнем, вы поставите лайк, если вы реально ждали Floating Sandbox, тогда я плей включу, чтобы более красиво это все выглядело. В общем, сегодня у нас будет не только то, что на превьюшке. Кстати, смотрите, у нас окна, они не настоящие, видите, у нас на заднем плане... А, нет, настоящие! Ни хрена себе! Я подумал, что они не настоящие. В общем, то, что на превьюшке будет чуть попозже. А сейчас у нас вагон. Блин, жалко, нельзя несколько поставить. У меня сейчас в голове появилась идея, чтобы поставить несколько, но я вспомнил, что это не People Playground. Ну да ладно. В общем, вот такой вагон. Ховард, на нем написано Ховард. Хм, возможно, это отсылка к чему-то, а может быть и нет. В общем, я хочу... Представьте, что он длинный как бы-то. Хочу сделать проверочку, что будет с вагоном, если вдруг затригерится цунами. Оно, блин, далеко. Оно, блин, далеко? Ну ладно. О, а если мы, подождите, молния... На какую кнопку молния? Просто интересно. Жестко. Жестко и страшно. Молния — это всегда страшно. Ребята, я надеюсь, что вы реально уже поставили лайк, чтобы... Если вы реально... Смотрите, ребят, давайте так. Если вы реально любите Floating Sandbox, тысяча лайков, новые серии будут выходить почаще, почаще. Постараюсь вообще в ближайшее время побольше видосов выкладывать, побольше разных видосов, немножко экспериментировать с контентом. Почему бы и нет? Если вы это поддерживаете, я буду делать так. У нас очень странно. С облака плывут под землей, и это как бы нормально. Смотрите, мы можем... Блин, круто, кстати. Не знаю, что это было за трек. Была за трек. Но, кстати, блин, цунами, оно по сравнению с этим вагончиком, по сравнению с этим вагончиком, оно, блин, оно огромное просто. Оно просто гигантское, поэтому ждем. Давай, цунами. Покажи, что ты можешь. Ведь ты создана для того, чтобы уничтожать целые цивилизации. Ладно, извините. Посмотрим, что произойдет с нашим вагоном. Если что, я дорисую там еще землю, если вдруг будет ее маловато. Итак, вагончик. Голубая. Ох ты, нихрена себе! Вот это его, блин, подкинуло. Вот это его нормально так подшвырнуло. Блин, жалко, замедления нет, ребят. Жалко, нет замедления в этой игре. Поэтому будем смотреть так, как есть. А, ну, кстати. А он достаточно крепкий. С такой высоты упасть и как бы сломать только, в принципе, крышу. То есть, теоретически, теоретически, если там кто-то был, он мог, в принципе, выжить. Но это не точно. Это не точно. Ладно, друзья. Идем дальше. Хочу сегодня, знаете, что-нибудь интересненькое такое посмотреть, что мы еще с вами не смотрели. Это что такое? Вот это, блин, я понимаю, ребят. Вот вы понимаете, что это такое вообще? Это сраный монстр трак. Причем, смотрите, кстати, текстура у него такая, ну, хорошая текстура. Давайте посмотрим, что с ней будет хорошо. Так. Цунами. Блин, слишком далеко. Давайте я как бы, знаете, что сделаю? Чтобы ни вам, ни мне времени тянуть. Так, тихо. Поставим тебя куда-то сюда. Сейчас землю просто под ним немножко подрисуем. Tools. Just rain. Просто чисто вот так вот. Земельку. Земельку так небольшую. Вот так будет самый раз. Play. Все нормально. И сейчас просто посмотрим. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Что с ним произойдет? Мне кажется, сейчас будет что-то дико жесткое. Потому что, по идее, этот монстр трак должен быть не супер тяжелым. Ой-ой-ой. Нихрена себе. Нихрена себе. Раз сальто. Два сальто. И прям на колеса. Давай, давай, братан. Чисто на колеса встань. Не, не получится. Хотя. Хотя, смотрите, смотрите. Но ему хреново. Уже ему хреново. Ну, блин, текстура красивая. Блин, посмотрите. Текстура прям. Ах, прям кайфовая. Хорошо. Что у нас есть еще? Что у нас есть еще из того интересного? Что мы с вами еще никогда не видели? Это надо проверить. Это надо проверить. О, есть какая-то, короче... Блин. Мини-рыболовное судно. Кстати, цунами возможно... А, нет, цунами ушло. Так, во-первых. Давайте рыболовное судно это проверим. Но тут надо как бы сделать нечто вот это. Вернуть все, так сказать, на круги своя. В общем, врубаем. Что, ребят, смотрите. Это чисто все красиво. Ой, тихо, тихо. Я имею в виду, что... Представьте, что турбентий сейчас в Штормворкс 2D. Да? То есть турбентий сейчас в Штормворксе. И вдруг турбентий нажал Escape. И подкрутил себе Шторм. Подкрутил себе Шторм, Турбентий. Блин, было бы прикольно, если бы тут можно было управлять, бегать, прыгать. Но это уже другая история. Видите, реально, Штормворкс 2D. Можно было бы строить корабли, там, заниматься миссиями, какими-то плавать куда-то. Было бы прикольно. Только, конечно, невозможно было бы оплывать острова. Но можно было бы что-нибудь, в принципе, с этим, я думаю, придумать. Блин, нихрена себе. Вот это, я понимаю, шевелится, блин, облака. Просто тупо чёрные тучи. Ё-моё, страшно. Так, что бы за Alt плюс L? Так, всё, вспомнил. Ого! Давайте просто-просто... Тор разбушевался. Тор разбушевался. Гром и молния. Я просто, как вы слышите, тыркаю просто со всей силы. Нормально. Ну и я думаю, что турбентий тоже пора нажать. Escape и вызвать цунами. Потому что без цунами... Ух ты, блин, оно... Вот это я люблю, когда прям цунами супер близко спавнится. Так, водичка. Кстати, два цунами. Чего? Кого? Куда? Ух ты, блин! Вот это подлетело нормально, наша судёнышка. Если оно прямо сейчас так носом войдёт в воду, это будет жёстко. Это будет максимально жёстко. Жёстко. Я говорю, я говорю, как какой-то иностранец. Ну, кстати, смотрите. Эта лодка, она просто не заметила цунами, как будто бы. То есть ей нормально. У неё горит факел сверху. И нормально. Ребят, годная лодка, кстати. Она тоже вот... Мне нравится такой, знаете, тоже пиксельный стиль. Сделано красиво. Всё, отломалось. Отломался у неё огонёк. Ну, хорошо. Ладно, ребят, давайте мы уже с вами перейдём к тому, ради чего мы здесь с вами сегодня собрались. Так, так. Друзья, во-первых, обязательно напишите в комментариях, откуда данное судно. Из какой игры. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что это за игра. Но я в неё не играл. Кстати, как думаете, нужно ли мне поиграть в эту самую игру? Обязательно напишите об этом в комментариях. В общем, по идее, наверное, эта хрень должна быть под водой. Но она будет всплывать. Вот это мне не нравится. Блин, может быть, её же... Её же можно... Тихо, стой. Пауза. Её же можно запинить, да, по идее. У нас же есть такая тема, как пин. Не знаю, отломается или нет. Собачий ты писюн. Давайте вам посмотрим, как это хотя бы затонет. Прикольно. Вот люблю, ребят, вот с интерьером в этой игре. Мне больше всего нравятся постройки с интерьером. Но их не так много, как хотелось бы. Кстати, смотри, есть перегородка. Есть перегородочка. Которую мы можем с вами... Там, короче, мужичок такой... Ха? Что там происходит? Надо проверить. Я ж глупый. Такой открывает. Ё-моё! Водичка наполняется. Вниз, кстати, туда тоже водичка наполняется. Прекрасно. Музычка. Грустная музычка, Любовье. Если вы потеряли свою вторую половинку... Не стоит грустить. Обязательно найдется третья половинка. Третья половинка. От шоколадки. Это лучшее, что придумало человечество после... Артёмов. Ребята, иногда я нещу какую-то чущу. Так, а я могу эти пины убрать теперь? Походу нет. Ладно, давайте перереспавним. Давайте перереспавним. Давайте смотрите, как будто бы это хреновина. Она такая, типа... Нет. Как будто бы такая... Плывёт такая. Плывёт, плывёт себе спокойненько. И... Вдруг. И вдруг налетает на какую-то мину. Которую мы сейчас с вами... Блин, поставим. Так, секунду. Мина, мина, мина. А где мины? Подождите. Ага, вот. РСБО. Почему нет именно мины? Вот было бы круто, если была прям подводная мина. Ну ладно. Давайте так немножко. Вот где-то вот здесь вот она налетела. Прям так жёстко. Так. Врубаем. Так, а на какую кнопку? Подождите. Д. Не знаю. Не работает. Тогда давайте так. На! Вот это нормально взорвалось. Вот это мне нравится. И сейчас посмотрим, как она затопится. Потому что это реально интересно. Не знаю, как вам. Но мне кажется, это реально круто. Просто смотрим. Сюда, кстати, вода не попадёт, скорее всего. Как и туда потом, где двигатель. Там же двигатель? Или что? Блин, ребят, я просто голову перевернул. А нет, двигатель пойди вот здесь. Грустная музычка. Ну, как-то так. Кстати, смотрите, она не спешит затонуть полностью. Походу она... Походу, кстати, на кеглю, знаете. Либо на бутылку. Реально, бутылка шампанского, смотрите. Выпьем за ваше здоровье. Кстати, есть ещё... Она же... Это же судно. Но только снаружи. Ну, так вот оно выглядит. Так что я думаю, что вы поняли, что это вообще за судёнышко такое. Давайте мы его немножко взорвём. В общем, обязательно пишите об этом в комментариях, друзья. Ну, а я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии. Новая серия по Floating Sandbox. Не заставит себя долго ждать. Субтитры сделал DimaTorzok